Алексей Сергеевич, ну немножко итоги прошлого сезона, наверное, надо подвести. Не виделись с вами с того момента. Что касается концовки? Какие для себя выводы, может быть, так сказать? Нет, ну, итоги. В целом, в целом, если подводить, то, конечно, сезон записать в актив надо команде. И достаточно успешным было. Это все-таки не просто так. И первое место в серебре, и третье в золоте, оно дорогого стоит. Ну, в любом случае, все равно шло еще, и оно идет, такое становление команды, выстраивание такого коллектива боеспособного. Ну, я говорю, в том, что вроде в целом неплохо, но все равно какая-то неудовлетворенность. В любом случае, осталось, конечно, всегда хочется большего. И мы мечтали, чтобы подняться выше. Ну, вот, сложилось так, как сложилось. Значит, еще не доработали где-то, еще пока не достойно, не заслужили. Но это говорит о том, что еще больше надо сейчас нам и мобилизоваться, искать внутренние ресурсы, и еще больше тренироваться, и нацеливаться только на самые высокие задачи. Вот. А то, что осенью зона золота, я уверен, будет еще даже серьезнее и по составу, и по уровню, чем даже весна, это точно. Единственное, конечно, может, все-таки полегче будет из-за того, что все-таки есть определенный график, календарь, недельный цикл попроще. Вот. А так, есть, конечно, у нас и определенно сейчас идут перестроения. Кто-то ушел, кто-то приходит новая. Пока идет в этом направлении работа, она и будет идти еще. Трансферное окно еще два месяца открыто, поэтому уже и по ходу чемпионата где-то, может, люди будут добавляться. Вот. Ну, а так началась такая, скажем так, запланированная плодотворная работа. И первая неделя достаточно такие будут все-таки нагрузки. Мы с опозданием идем. Позже все закончили, когда все уже из отпуска выходили. Вот. Ну, ребятам в любом случае надо было дать отдохнуть. Первая неделя тяжелая. Сейчас, вон, третий день. Ребятам так непросто. Но все понимают, что без этого никак терпят. Вот. Потом уже не такие будут нагрузки там. Ну, я говорю, нам раскачиваться некогда. Вот. Чемпионат уже через две с половиной недели. Поэтому, ну, готовность, она никуда особо у них сильно не ушла за эти две недели. Вот. Нам больше сейчас вопрос в том, что как можно больше и лучше еще наладить взаимодействие на поле. Сыгранность нужна. Вот. Ну, а желание и у них, и у нас хоть отбавляй. Поэтому с такими, с новыми, как бы с новым, с хорошим настроением входим в новый сезон. И мысли только, ну, с оптимизмом только смотрим вперед. Будем работать, и все придет. Что касается игроков, которые ушли, наверное, это можно назвать еще одним итогом, со знаком плюс работы в прошлом сезоне, что все ушли в первую лигу, лидеры. Нет, ну, если... Их купили на повышение, так сказать. Ну, если работу тренерского штаба брать, ну, конечно, да. Когда люди уходят на повышение, это да. Значит, она не в пустую все ушла, работа. Мне, как тренеру, естественно, это жалко. Мне хотелось, чтобы ребята были у меня, нам помогали, нашей команде. Но, с другой стороны, я из-за них рад. Я сам был футболистом и знаю, что всегда хочется играть выше-выше уровнем. Если мы сейчас не смогли подняться, а их туда зовут, там, на хорошие условия, ну, я только их поддержал, как бы, я говорю, как бы мне не было печально и обидно, что они уходят. Вот такие ребята, ну, скажем так, благословил их, пожелал им, чтобы удачи и, там, главное, без стран. Вот. Поэтому, ну, не без этого, эта жизнь такая футбольная у нас. Что касается трансферов, все, кто пришел, на данный момент они, в основном, в оборонительную линию, я так понимаю, преимущественные игроки. Видите необходимость укрепления именно этих позиций или еще просто сложнее подыскать кого-то вперед? Нет, я не из-за того, что у нас какие-то были прям серьезные проблемы в обороне. В целом, мы по чемпионату шли, там, меньше всех с Уфой пропускали. И только уже концовку, да, конечно, уже смазали, там, и переходные матчи, и там, матч с Чайкой. Нет, сейчас просто усиляем именно те позиции, которые мы потеряли из-за серьезных таких потерь надолго. Вот, естественно, у нас Слава Ларенс там выпал, это правый защитник, это центральная зона, много потерь. Практически все центральную зону потеряли, сейчас до сих пор даже, хоть вот Нарылков Сергей у нас остался, но он еще до сих пор так еще в общей группе не работает. Как это, насколько затянется, еще тоже вопрос. Поэтому именно усиляем те позиции, которые они и требовали, где мы потеряли людей, да и в атаку. Во все линии надо усиляться, вот. То, что это сделать труднее, это другой вопрос, потому что, я же говорю, когда мы заканчивали свой заключительный матч, 16 числа, многие уже 13-14 выходили из отпуска, соответственно, уже были у них и переговоры проведены, и трансферы. Вот, поэтому приходится не то, чтобы сказать, там, по остаточному принципу работы, нет, но рынок такой трансферный в этом году не очень, скажем так, богат, чтобы можно было прям, не знаешь, из кого выбрать. Вот, в этом плане тяжелее. И очень подходим скрупулезно так, чтобы точно хотелось бы, по минимуму, не ошибиться в игроках. Ну, и не могу не спросить, много молодежи увидел ребят из молодежного состава, работают на сборах с основной командой. Присматривайтесь к ним, есть ли какие-то наметки, есть ли ребят, которые, возможно, убедят? Ну, у нас близкий контакт с молодежной командой, вот, и в дальнейшем это также будет продолжаться и сейчас. И, конечно, смотрим на ребят, на молодых, на местных, вот, акцент делаем тоже, чтобы академия и молодежная команда работают тоже. И в дальнейшем, я говорю, будем уже, когда чемпионат даже пойдет, будем постоянно привлекать, даже, может, где-то не только с молодежной командой, может, где-то и с выпускных годов, есть такое, как бы, намерение, планы такие, чтобы и в академии ребята видели, что академия не отдельно от первой команды, мы на них на всех рассчитываем, и не смотрели куда-то на сторону, и не было желания уезжать с Новосибирска куда-то, там, в Питер, в Москву, там, или в Краснодар, что здесь оставаться и расти, и приносить пользу именно новосибирской команде, своей родной. Довольно кем-то кого-то присмотрели? Трудно сейчас говорить, потому что, я говорю, только третий день идет, и нагрузки достаточно серьезные, всем тяжело пока. Понятно, что чем выше уровень игрока, класс, он под нагрузкой, все равно этот класс никуда не денется. А у молодых бывает, знаете, как много желаний, они вроде заметны, как начинают подуставать, уже это сразу бывает очень сразу заметно, ну, как бы бросается в глаза именно по качеству, по качеству исполнения каких-то технических элементов, или по качеству даже вообще игры и быстроты мысли футбольной. Вот, поэтому, ну, в этом плане все равно надо работать еще им, прибавлять. Слушайте, ну...